У нас сатанисты связи читают запоминательные моменты. И есть у них жесты, и есть у них всякая символика, которую они там руками и чем-то другим делают. И на этом они совершают, приносят жертву сатане. Так вот эти все каббалистические знаки, они находятся в паспорте. В виде трех шестерок, это оттуда взято все. Вы понимаете, корона Бапамета, которая является на 1 мая Германия, это все в российском паспорте. И когда вы берете проспись, то вы сделаете сделку с кем? С лукавым. Понимаете? Отрекаетесь от своего имени. Чего непонятно? Пусть другой паспорт сделают. Другой паспорт, не любим, а сон. Пожалуйста, возьмем. Понимаете? А сейчас электронный паспорт готовят все. Это биометрию глаз, когда будет вас снимать. Не видим лазера, как вы заходите в супермаркет. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Слышите? Вся продукция пронумерована, все пронумерованы. Видите, что загоняет куда? Насильно загоняет куда этот народ? А мы молчим. За что мы страдаем? Если вы 80 миллионов сказали нет, А мы как мантия, а кто говорит, вы не слушаете. Видите? А Господь попускает нам за наш аборт, убьетных детей. За наших детей, внуков. За то, что живем без венца. За то, что сблудились, все скурились, матершиничились. Нам Господь это попускает. Надо просто понять. Поэтому нас предупреждали святые. И Антон Шацкий, и все, и Серафим Саровский. Все предупреждали нас. Что с нами будете? И Серафим Вырецкий. И Блаженный Матрон сказал, положим перед вами крест и хлеб выбирать. Хлеб это пенсия, образование, звание. То есть никуда. Так вот как раз стоим, как в 37-м году, то же самое. 40 миллионов сказали нет революции. Они не пошли в новую, как все 150 одуревших. Которые одурели в такой степени, разрушили все храмы. Надругались над мощами. Нас, дебилов, нарожали. А мы еще. Видите, вопрос, почему они одурели в такой степени. Иконы все пожгли. Святость. Святость. Царя убили. Помазанника Божия. А это что такое? Кровь. Их не лежит на нас. И мы хотим что-то здесь как-то понять. Так вот видите, что с нами творится-то? А сейчас нас зомбируют. Телевизорами, сотовыми телефонами, губной помадой. Ее же нельзя на губы красить. Она сделана из убиенных младенцев. Везут это сырье, показывают по телевизору. Ладно, я тут поп обожрался и опиуму. Ну, по телевизору показывают вам. И мне говорят, что вы смотрели. И это сырье везут куда? Во Францию. Вот из вас, из вашего тропа это все-то поражняется. Это туда, в контейнера. И везут туда сырье для губной и всеформистической системы. А вы в рот, как сатанисты, совершаете что? Ритуал. Ну, как вас убедить все? Брюки носить нельзя. Все одурели. От 80 лет одеберели все бесы. Как обидеть вас? Как? 62-е правило Вселенского, 6-го, 7-го собора. Отлучается женщина, одеваясь. Мужскую одежду отлучается от церкви. Ну, как вас убедить? Как? Ученые говорят, что сотовый телефон. Это рак мозга. 10 минут полежал включенный. О, пробелик с кровью. Вы там почитаете, есть. Закипает кровь человеческая. Как убедить вас? Без пользы дела. Удобство. Чему удобство? Погибели души ваши? Как вы разумите вас? Я не пойму. И вы ходите сейчас любыми путями. Если я не возьму, я останусь без света. Я возьму, я останусь без того. Я все понимаю. Я в таком же положении. Нахожусь, как и вы. Я же тоже сижу на суп под тобой. Надо, как все были попы, и как епископы, и все остальные говорить. Все берите. Все нормально. Ничего страшного нет. Видите? Так вот, не все же говорят епископы. Есть епископы, которые говорят не брат. Их надо слушать. Это единое стадо, малое стадо, которое родит за ваши души. Перед всемирным потопом. Ной, когда начал строить ковчег, он в 17 лет проповедовал народу живущему. Ной, патриарх, видишь, да. Он проповедовал народу, что будет всемирный потоп. Люди, опомнитесь. Вы утопните. Если вы не покаетесь, не справитесь с вашей жизни. И не будете жить по заповедям Божьим. 17 лет он проповедовал. Не услышали, как и сейчас. Батюшка, 130. 17 лет проповедовал. А потом Господь явился и сказал, прекрати, Ной, говорите. 113 лет он строил. Ковчег продолжал. Они сходили, смеялись. Вокруг. И те, кто строил до последнего дня, сделали ему. Он говорит, заходите со мной вместе в ковчег. И вы утопнете. Нет, ты нам дать деньги. Ты как хошь по себе, а мы по себе. Они взяли деньги с деньгами что? Утопли. Так вам сейчас предлагаю взамен что? Жизнь земную. Сютленная. Там написано в Библии. Возьмите Библию. Я-то ладно. Ну, вы Библию возьмите. Земля сгорит. Дела ее все что? Сгорят. Праведники, которые не участвуют в этой системе, они все способствуют. Что непонятного? Ной тоже самое говорил. 4 тысячи лет назад этим людям, что вы все погибнете. Если будете жить так вот. Содомом, можно взяться, блудить, пить, курить, убивать. И все. А веру по-своему не исполняет заповеди. Боже, извините. Извините. Это так. Как вот этот мир сейчас глобальный. 6,5 миллиарда все уйдут в ад. И только единый, господи, я приду судить, едва ли обрету веру на земле. А вы хотите все это усладить, чтобы у вас руки работали, глаза, нои, чтобы все соединить, плоть свою поганую удовлетворить. Но никто из вас не думает о спасении души. Да плоть, она ее червяки съедят. А душа ваша речна. И вот приезжает все с пустым вопросом. Как бы это сделать? Чего сделать? Чего сделать? Жизнь себе продлить здесь. На грехи. На грехи. Для ада. Для ада нет. Для царствия небесная, да. А царствие небесное нудится. И нужница ее восхищает. Как вы работаете с утра до вечера ищите кусок хлеба. Так вот, царствие небесное должно также искаться. Это прежде всего, прежде всего. А остальное все вам приложится. А вы наоборот. Все мирское прежде всего. А царствие небесное сзади. Как же вы хотите спасти свою душу? Не знаю. Как? Как? И не убедить вас. И вот сейчас дьявол он лютует. Перед своим пришествием. Сейчас у вас подосуда страживо. Он лютует. Для того, чтобы вы были рабы и божьи в данное приключение. А его на всех пронумерать как скот. И вот в Лексибуре компьютер, который на общество общества. Все эти номерочки, которые присваиваются вместо имени. Все туда. А берете этот номер, значит, вы отвлекаете от своего имени данного приключения. Вот и вся суть. Мне тут один дилетант пришел. Компьютер знает все остальное. Все он там знает. И начал доказывать мне. Начал мне доказывать, что это ничего страшного. Достает мне сейчас карточку электронную. Мы говорим, что я говорю, не брать ее. Никакую карточку электронную. Он говорит, ничего страшного нет. Вот мне банковская карточка он мне показывает. Ну и что дальше, молодой человек, расскажи, что назначать от банковской карточки. Вот тут видишь, Бабурина Сергея Петровича, вижу, фотографию твою вижу. И вот здесь ты видишь магнитную полосу вверху, он вижу. Вот сотри эту магнитную полосу, а с фотографии Бабурина Сергея Петровича ставь. И всунь в этот банкомат, в этот станок дьявольский. И пусть тебе даст денежку дадут. Нет, не дадут. А что? Ну ты же Сергей Бабурина Сергея Петровича. Фотоморда твоя тут есть. Фотоморда твоя тут есть. Слышите? И Сергей Бабурина подписан, Петрович. А что же тебе не дают деньги? А потому что нету дьявольского номерочка. Потому что этот номерочек заменил твою фамилию, имя и отчество. Как же вы не врубитесь-то в это? Как вы не поймете-то этого? Что взяв этот номер, полюс, ты уже отвлекаешься от своей имени. У тебя уже нету тебя. Вместо тебя фигурирует этот номер. Что непонятно? Ты уже заключенный к тебе. Раб не божий, а раб чей. Сатан. У кого какие есть возражения здесь? У кого? Что непонятно, что я сказал сейчас? Есть. Нахватались. Вот старцы предупреждали. В малом уступите, а в большем всегда. Полюс медицинский. Вот это имеется в виду, да? Все это там. И пенсионные, и все. Все это, все. И памятник. Все это дьявольщина. О! Видите? Так вот надо понять. А сейчас последние теперь электронные. Они разрозненно сделали. Видишь, налоговые по себе тоже, сатанинский полюс, это самое, пенсионные. Тебе медицинские. Надо теперь все собрать воедино. Воедино это. И вот сейчас теперь они готовят электронный паспорт. Ну, сейчас с января 2008 года будет выстроено Калининград, Москва и Питер в первую очередь пойдут. И остальные все пошло, проклонные. Соберут и в этот единый там уже в этот паспорт, чип, у него занесут в чип электронное устройство, где занесут все ваши данные. И при паспорте, но единый номер, и в компьютере, вот, Зверь Люксембург. А как ты можешь отказаться, сказать, что, допустим, вот, чтобы туда не ставить, что-то в паспорт вот так нельзя так? Да как ты можешь с деткой отказаться? Они не сделают этот паспорт. Они сатанинские поэты. Это все попущено Богом. Нам, грешным. За то, что мы такие вот, миродевые. Понимаете? Я рассказывал, идет лавина. Вот идет лавина. Снежная идет лавина с горы. Ты остановить ее можешь? Чем? Ничем. Это попущена лавина Бога. Вот если что попустиет Бога, Господь его пропускает. Нам, дорогой. Понимаете? Как жизнь. Во-первых, для чего у нас существует на земле жизнь? Вы должны, вы смысл своей жизни понимаете. Это жертвенность. Как Христос жертва. Вот так и мы за свои реки, мы живем, прожили. Видите, как? В блуде, в убийстве, детуде, убийство. У нее вопитали детей. Все, мы же прожили так скверно. Мы же столько на свои 60-50 натворили, делали. Что нам надо очищаться только кровью. Нас Христос очистил чем? Плотью и кровью. Понимаете? Наши в реки. Дал спасение через плоть и кровь. Так вот нам тоже предстоит очищение своих грехов. А вот это вы не хотите слышать. Понимаете? Это для вас страшно. Так если вы не поймете этого, то вы не христиане. Все мученики святых, которые мы молим, смотри, вон апостолы все. Они все убиены. Как и Христос. Мы говорим, апостол Лука, моли Богу нас. Матвей, апостол Павел. Чем вы сделали? Голову отсекли. За свое, да, кровью мыл свои грехи. Апостол Петр распяли вниз головой его. Христота, он, я не достойник Христа, распините меня вниз головой. Андрей Первозван, видишь, на каком кресте, он, он, это брать, садик, на первом стоять. Видишь, на каком кресте распял. Так извините, но как же вы-то хотите смертно блудить, курить, потершили, черпить, и чтобы за вас кто-то что-то сделал? Кто за вас что будет делать? Семь мы должны омыть? Покаянием, а смертные грехи своей кровью. Вот как. А это нет, не надо. Я лучше бы тут пить, спать, удобствами ТСД и в царстве невесты. Нет уж, не получится. Вот туда, в Атву приедете точно. Так вот, Господь нам попускает это. Так вот, мы остановить эту лавину не можем. А вот выйти из нее, не участвовать. В глобальной системе 6,5 миллиардов, все там чурки, все летят в пропасть. Все. И мы православные крестьяне, нам Господь нам попугает. Мы же не язычники, мы не крестьяне. Мы только по камуфляжу. Вот приходим, все еще поставили, думаем, а слушайте, мы ничего не исполняем. Мы язычники. Слышите, одно название. И кто есть истинный пастырь, как апостоль. Смотрите, их было там сколько, 12. А тогда жило миллионы, да? Миллиард там, сколько, да? А им было 12 всего избранных. Но они еще 70. И все их. Малые, чистое. Как Христос говорил, жатвок много, весь мир, да? А делателей мало. Так вот, делатели единицы. Из тех, кто сейчас есть, их десят по пальцам пересчешь, которые пастырь, стоят, епископы. Все, сейчас пока два епископа, которые стоят на стиле. И палит и диаметрия. А мы не слышим их. Два пока все. И Серафим Саровский говорит, три. И пастырь по пальцам, которые говорят, только что я говорю, в Рязани это говорят. Дальше. Где? В Москве говорят, в Туле говорят. Где? Говорят, только что я говорю, нигде. И здесь тщина. Берите, пьете, жрите, пейте. Все это нормально. И показывают нам, братаемся с мусульманами, с махометанами, со всеми ересью, то есть язычествами. Вот вам ответ. Не будьте слепы. А почему? А потому что чрево, оно ближе, чем душа. Мы все пекемся спасение, хотим чрево свое спасти. А ее червяки съедят, смерть все равно стоит. А вот душа ваша, это вечность. Вот вопрос, куча. А кто хочет спасти свою душу, тот погубит. А кто ради Евангелия и Креста, тот спасет его. А это за что? Себя надо отдать на страдания, жертву поднеси. Вот так. Все понятно, нет? Так вот, стойте, молитесь. Спасайте свои души. А не поймете-то вы, спасения нет. Все ваши охотники сюда в храм. Я сразу говорю, напрасно. Там радуются глобалисты, попы, епископы и Синдрион. Они радуются. Посмотрите, сколько народу идет. Как приятно к Ронштадтскому еще в 2008 году. Народу по 5-60, до 30 тысяч собиралось. А он говорит, уходило в оба из них только, что 3-4 человека. Как вот и звали. А? Казалось, в то время. И все отреклись от царя. Всех. По своему каянству из Божьего. Вот так сказал, все ходили. И вельможи все накрещивались, крестные ходы. И все отреклись. Начинает. Епископов, Синдриона все предали. Как и сейчас. Как Синдрион предал Христа. Первый. О, этот сейчас то же самое. Епископов, Синдрион, дал народ. Все так. С католиками. Там целуются. Сестры. Да. Да Христос основал ради католическую церковь. Христос основал буддийскую церковь. Христос основал раввинскую церковь. Какой он основал церковь, Христос? Православную. Правильная вера, славящая, истина одна. И сказал, идите научите все языцы в племена, крестящих во имя Отца и Сына, и Святаго Духа в Троице. Как если ты раввин, кричишь про свыше всего, и не крещен в Троицу на следующий статус местного, мулатом или кто-то. Что же вы слушаете все той ерести, а? Да скажи ты, и мы, и наши потворства. Единство, толерантность, терпимость, мир, безопасность. Апостол Павел Варьков в одном мгновении все рухнет, и начнется эта война поганая. Она вот она носится. Как можно креста с дьяволом соединить? Скажите, как? Как? А за счет чрева мы потворствуем чреву своему, понимаете, чтобы прикрыть, насытить это брюхо поганое. Так вот, надо понять, разобраться в себе. Если вы не разберетесь, то хождение нашей езды, она будет напрасна. Видите, вопрос. А это трудно отказаться сейчас от всего. Принести себя в жертву ради Бога, Христа. А то это нельзя, а то нельзя. Это все. Все в жертвенность. А как же я буду? Вот ваша вера проверяет Господь. Где у вас вера в Христа-то? А с Богом тут в огне не сгоришь. В падении утонешь. Выведу свой народ. Начнет сейчас треть мировая, а Господь своих народ выведет. А это вся мерзость будет гореть. Там написано, земля из леса горят. Все нечистоты, кодированные. Вот надо понять, это радость моя. Приду судить. И едва ли обрету веру на земле, вот Христос. Нема веры. Одно язычество. Прости нас, Господи, и помилуй вразуми нас. Так вот, мы не можем остановить процесс, это Богом данное. Наше испытание. И вот, которые стоят сейчас в этой истине, вот эти сейчас, которые не будут с глобалистами, сатанистами, со всеми, вновь уйти. Венцы-то Господь плетет, как у апостолов почти что будут. Выше всех святых мучеников венцы Господь готовит. Вот, 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 вот. А венечек, как пенсию заработать надо, как в квартире что-то купить, или картошку выбрать, чтобы она на столе была, надо попотеть, или пшеницу вырастить. Вот так Царство Небесное надо попотеть за нее. А да еще за свои грехи надо ее омойть кровью. Чтобы венечке получить вечности, блаженства, радости вечной, ради чего пришел Христос и спасти нас, но не погубить нас. Вот в чем его спасение-то. Раз Христос, вот, пришел, там, католики, баптисты, то все он же все искупил, все за нас он в жертву принес, все там, а тут можно курить, пить, блудить. Но раз Христос, я веру имею, да, в душе, она имеет веру в душе, а ничего не соблюдает. Вера в душе, это, знаете, извините, если ты не соблюдаешь заповеди Божии, это лицемерие. Веры там никакой нет. И не обманывайте себя. Понятно, нет? А служить дьяволу Богу нельзя. Вот я вам все сказал. Поэтому свои пустые вопросы мне будешь не задавать. Это все с вашими детьми, с вами. Я прошу вас пустыми вопросами не задавать, я на все ваши вопросы ответил. Покаяться, очиститься, отказаться от этого дерьма, и Богу вперед. Все? Это в ваших семьях, это в вашем прессе, создать вот здесь вот царственное место, вот здесь вот, в своей душе. И тогда все исчезнет. А вы ходите сейчас грязью, с навозом, что-то кому-то сделать, мужа, жена там, сначала с собой сделаем. Серафим Саров сказал, спасись сам, и вокруг тебя спасутся что? Тысячи. А спастись сам, надо очиститься, быть не скверной, поступать по савходе Божьим. Тогда что-то еще за кого-то. Понятно, нет? Понятно, спасибо. А утопающий что? Утопающего спасет, нет? Утопающий спасет утопающего? На дно обоя. Или слепой-слепов куда заведет? В яму. Или все остальное. Так вот сначала надо самому на берег вылезти. Самому на берег вылезти. А потом уже веревочку там, или что-то там, круг спасательный, да, этому, если успеешь, если даст Господь это возможность спасти своему ближнему. Понятно, нет? А вы беретесь, надо спасти того, и этого спасти, а сама вся в навозе. Извините. Сначала с собой разберитесь. А потом уже за кого-то говорите. И он с пустотой тут подходит, начинает милить ее. А то, что вы радеете, переживаете о близких, это правильно. И Христос родеете во всем мире. Хотел, чтобы весь мир у ног его был, а весь мир у дьявола. Весь курился, весь блудился, весь матершинился, и все свои страсти облажают. Весь у дьявола, весь мир. А он плачет и взывает. Он пришел, плакал о наших грехах. Крест нес, падал за наши грехи. Слышите? Постился и страдал. Да. За нас. А мы не хотим за свои грехи. Неродение наше. Прости нас, Господи. А что здесь вы видите? Падает, трепещет. Они тоже так же жили неродиво. И не удивляйтесь. Мы похлеще, чем они. Мы вот сейчас вы что видели? У нас бесов побольше. Тихие сидят. Это в наших внуках, которые не ходят. Мат-перемат, курение. Где там такие с рогами сидят, что похлеще, чем здесь. А они тут падают, идут, бегут. А наши-то не падают, вообще не идут к крану. Это вообще бесы. Из бесов. Слышите? Таких бесов еще свет не видал. Которые бесы там, вот эти внуки наши, дети, и все остальное, которые отрицают. Это все. Так надо задуматься. А через них, что они нам показывают, Господь показывает, что есть ад. Слышите? Сейчас вот у меня голос говорил, что лукавый. Видишь? Да. Есть ад, есть рай. Есть ночь, есть день. Есть зло, есть добро. Есть ложь, есть правда. И так далее. Потому что негативных есть дьявол. Вот так есть ад. Вот почему-то все это мы верим. А вот как говорим про ад и рай, а тут как сатанисты, как астуканы прям взял по голове, как дал бы этим, я не знаю, чем он, это по мозгам этим тупым. Значит, ночь он верит, что есть день, он верит. Что ложь есть, правда есть. Что есть лицемерие, обман, он это верит. Но когда говоришь про ад и рай, а кто это придумал? Вот, 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 какие-то безмозглые люди, а? Это же стратное дело. А? Вот как? До какой степени люди закомплексованы с оттвою? А? Насколько надо быть дебилом? Значит, это он все верит, что ложь, правда есть. Что есть свет, есть тьма, он верит. А вот что есть ад и рай, ну, кто это сказал? Ну, почему это, что за чушь такая? Матерь Божья, а почему противление безверия? Кроты, правильно, я уже рассказал здесь, это люди подобились кроту. А почему? Сколько кроту ты не объясняешь, его на ве, что есть солнце, есть свет, слышите, что есть прекрасная луна, есть прекрасные там, есть что-то, есть прекрасные цветы. Он поверит этому, нет? Сколько ты мне объясняешь, потому что он глаз не имеет, крот. Понимаете? Вот так и люди, которые про веру объясняешь, про рабов уподобились этим кротам, безмозглым. Прости нас, Господи, помилуй. Казалось, образование, звание знает, и все остальное. Господи, помилуй нас, Господи, прости нас, и вразуми нас. А мы все остались. Спасибо. Продолжение следует...